Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня актер, продюсер, сценарист. Один из основателей театра «Квартет И». Леонид Борас, здравствуйте. 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 Да, телефону прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Вот вы, создавая театр, задумывались о долгосрочности этого бренда, потому что именно брендом уже стал «Квартет И». Вы знаете, когда мы становились театром, слово «бренд» еще не было в ходу, поэтому мне трудно задумываться о том, насколько он долгосрочен. Я просто не считаю нас брендом. Я считаю нас группой людей, которым радостно делать что-то вместе. Ну, вы согласны, что брендом он действительно стал? Потому что вы и говорили об этом в одном из интервью. Да. Ну, раз я говорю, значит, стал. Ну, думали о том, насколько вас хватит, вот когда только начинали, только создавали театр? Нет, вы знаете, мы, если бы думали об этом, я думаю, что нас не хватило бы и на год. И повторяю, что мы не были брендом, мы были людьми, которым очень хотелось сделать что-то свое. То, что мы сняли сейчас брендом, это, наверное, видно со стороны. Теперь бренд – это модное слово, и оно теперь наполнено каким-то содержанием. Но между нами и брендом есть огромный зазор. Потому что мы не проект, повторяю, мы не нацеливались на спрос. Мы скорее шли от себя. Мы сначала делали то, что хотим, а потом оказалось, что это имеет еще какой-то спрос. Когда вы поняли, что все получается, что все, что, может быть, вы даже не задумывали, но начинает реализовываться, вот был какой-то такой переломный момент? Ну, мы никогда этого не поняли, до сих пор не понимаем. Насчет того, что все получается, понимание никогда, мне кажется, не придет, потому что, в общем, все деньги наши сделаны на наших сомнениях. Поэтому твердой уверенности, что все произошло, у меня никогда не будет. Но был период, когда мы пошли вверх, и это было, это чувствовалось, наверное, таким серьезным шагом вперед, в театральном смысле, был спектакль «День радио», когда к нам пришла Москва. До этого у нас было четыре спектакля, но Москва так к нам была равнодушна. «День радио» привлек, и он до сих пор идет, ему 19 лет, он стал таким витринным нашим проектом, хотя, по-моему, появилось уже много чего интереснее, но тем не менее, вот как-то так он попал. Вот. А еще был период, когда мы сделали спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста», а потом сделали по следам фильм, о чем говорят мужчины. И в тот момент как-то и в стране было все неплохо, еще не было ощущения какой-то такой закручивания намертво гаек, и у нас как-то все пошло вверх. Да и сборная России заняла третье место, на чем говорите, Европа, и вот те года, наверное, самые такие радостные для меня. Вы умышленно не упомянули фильм «День выборов», который тоже с вами ассоциируется очень плотно? Умышленно ли я? Нет, вы же мне задали вопрос, и я пытаюсь на него ответить так, как мне кажется правильным. День выборов, как ни странно, прозвучал позже, чем вышел, и так в догонку очень прозвучал. Но этапами для нас стали именно спектакли «День радио» и фильм «О чем говорят мужчины». Вот «Разговоры мужчин» — это спектакль, вы упомянули, и вас когда спрашивали в одном из интервью о том, какой спектакль вы бы выбрали для себя играть финальным, если бы представилась такая возможность выбора, и это было бы необходимо, вы тогда сказали, что это «Разговоры мужчин», потому что, ну, во-первых, вы сказали, что очень хорошее было время для нас и для страны, и вы тогда еще отметили, что хочется возвращаться на сцену, и там мне хорошо. Вот это вот такое, ну, такая ассоциация. Вот это чувство, что вам хорошо на сцене, оно свойственно вам регулярно, или это какие-то такие эксклюзивные моменты? Да, это, конечно, прекрасный вопрос. Последний спектакль, то есть у тебя заполнен график, и вот, значит, вот есть пустая дата, куда ты можешь поставить свою смерть и похороны. О, а накануне неплохо бы сыграть спектакль «Разговоры мужчин». Часто ли меня посещает это вот ощущение, что у меня хорошо настроение, а мне, даже если у меня плохое настроение, мне вот в спектакле «Разговоры мужчин» возвращается, наверное, то ощущение вот от тех лет, это у меня действительно на сцене хорошо. А вообще бывает по-разному, потому что я не могу сказать, что мне всегда хорошо. И когда мы играем в спектакль, у меня бывает разное состояние души, и то хорошо, то плохо, но тут уже пользуюсь каким-то профессионализмом, работанным. Вот один из героев в «Разговорах мужчин» говорил о том, что осознал, что у него уже больше ничего не будет впервые. Вот это такая грустная история, как вам кажется? Слушайте, вы лучше знаете фильм, чем я. Я не помню такой фразы. Герой, мне кажется, Макаревич, если я не ошибаюсь, сказал это. Он говорит, что нет будущего, перестало быть будущее. Есть настоящее, которое вот сейчас, и настоящее, которое будет потом. Вот такая довлатовская история в чём-то. Перефразировали. Вы знаете, наступает такой возраст, когда кажется, что всё уже было, и как-то уже всё понятно. Но потом проходит этот возраст, и оказывается, что ещё много всего впереди. То есть это можно назвать кризисом среднего возраста, получается, в какой-то степени? Бог его знает, как это можно назвать. Это вот ровно то, что я сказал. А как назвать это, я не знаю. А фраза о том фильме, о чём говорят мужчины, «Я понимаю, что старею, когда в аптеке не остаётся лекарств, названия которых я не знаю». Вот это тоже к этому относится? Нет, это относится к старению. Это совершенно другая история. Просто старение и взросление, оказывается, процессы параллельные. Мне кажется, мне так кажется, что мужчины не успевают повзрослеть, а старение уже начинается. То есть эти процессы, они в какой-то момент пересекаются. В вашем случае тоже так? Безусловно. Я вот уже начал стареть, а до конца ещё не повзрослел. Но это пугает вас? Нет, радует. Вот Владимир Познер, с которым мы говорили на эту тему, как раз ему 8,6 лет, он говорит, что «я старение не чувствую, но понимаю», он в нашем интервью сказал, что «осталось мне недолго». Это такая грустная и несправедливая история, потому что многое хочется успеть. Вот часто вообще задумываетесь на тему того, что жизнь закончится, на тему смерти, на тему конечности жизни человечества? Задумываюсь. Но страха перед этим нет. Есть страх, что что-то не успею доделать, не успею додать своим близким, что самое главное. А страха перехода, я надеюсь, в полный покой и отсутствие чего-либо, в том числе, надеюсь, меня. Вот этого страха нет. То есть в этом смысле, на ваш взгляд, актёр может больше, потому что актёр, как известно, проживает много разных жизней, успевает прожить много разных жизней. Вот насколько это соответствует действительности? В моём случае не соответствует. Во-первых, мы в большинстве спектаклей играем практически себя, это первое. А там, где мы играем не себя, всё равно это не жизнь. Это просто... Ты три часа находишься в образе, но назвать это... Такой расхожий штамп, по-моему, который не имеет отношения к настоящей жизни. Ну, квартету ей уже 26 лет, и более 10 из них вы занимаетесь не только театром, но и кино. Вот как вы себя в первую очередь всё-таки чувствуете сегодня и кем? И можно ли разделить артиста кино и артиста театра? Для вас что в приоритете или ближе, может быть? Я больше всего чувствую себя человеком, который что-то такое из себя вытаскивает в смысле мыслей, фраз, там, не знаю, пьес, сценариев. Мне кажется, что сильны мы именно тем, что мы придумываем. Вот. А что касается актёрских дел, действительно, театральный опыт, театральное актёрское существование отличается от киношной, и в театре я, мне кажется, уже больше умею, чем в кино. Но учусь. В одном из интервью говорили о том, что, рассуждая о счастье, говорили о том, что для вас счастье определяется фразой «быть нужным тем, кто нужен тебе». Это было год назад, я смотрел это интервью. По-прежнему у вас такая формулировка вам близка? Вы знаете, много счастей разных, но вот да, да, эта фраза, наверное, самая близкая формулировка к тому, что, ну, не окажется счастьем. Насколько, на ваш взгляд, счастье – это естественное состояние человека? Бывают люди, которым суждено быть несчастливыми, и когда они счастливы, это неорганично смотрится. Ну, вот так они рождены быть несчастными, и, как ни странно, в этом их органика и, может быть, даже счастье. Я то счастлив, то несчастлив. Вы согласны с фразой Толстого, Ванни Каренину, он начинает с этой фразы, что все семьи счастливы одинаковые, каждая несчастна по-своему. Вот счастье действительно делает людей одинаковыми? Вот в вашем представлении. Нет. Это очень красивая фраза, но, как и в любой фразе, есть в великой, в самой великой фразе, есть допущение. Я знаю по-разному счастливые пары и согласен с Толстым, что несчастные по-разному случаются. В общем, это очень красивая, она хороша. И, в общем, похоже на правду, но бывает по-другому. Ну, для актера вот это состояние счастья или несчастья, в котором он находится, это является таким важным элементом для того, чтобы играть, может быть, глубже погружаться в роль? Или это не имеет значения, по большому счёту? Опять, мне кажется, что у всех по-разному. Некоторые топливом для творчества пользуют не счастье, а некоторые счастье, некоторые ещё что-нибудь. Мне легче, когда я счастлив, мне легче, когда я лёгок и гуражен. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Знаете, что... Такой вот вопрос. Значит, Татьяну Доронину, когда она была руководителем театра, под надуманными предлогами не пускали в Ригу на гастроли. И сейчас не пускают, между прочим. Вот такая цена латвийской трёхкопейственной свободы. Кстати, не пускает до сих пор и патриарха Кирилла. Как вы можете это комментировать? Не знаю про Доронину, патриарх просто сам, по-моему, ещё не едет. Но вот тем не менее. Приходилось с запретами сталкиваться, кстати? Да, мне приходилось сталкиваться с запретами и с какими-то радикальными позициями какой-либо страны. В каждом случае, наверное, нужно разбираться конкретно. Что касается Доронины и патриарха, я просто не знаю про это ничего и комментировать не берусь. А вот в взгляд, часто ли артисты, актёры, деятели искусства становятся заложниками каких-то политических событий? Вы знаете, с появлением интернета и с появлением такого громкого общественного мнения, которое чаще всего радикально и делит всех на белое и чёрное, очень сложно стало высказываться, ну, например, мне высказываться, потому что, вот, например, в ситуации, там, Россия, Украина, у меня есть определённая точка зрения, но как только я её где-то произношу, на меня получается, что те, что другие. потому что она полностью не совпадает с одной стороной и полностью не совпадает с другой. Она пересекается, но не совпадает. И как только ты не произносишь какие-то крики урав за ту или за другую сторону, сразу появляются претензии у обеих сторон. Вот, поэтому я стараюсь не высказываться об этом, потому что у меня есть свои личные какие-то задачи. Мне хочется в этих моих двух родных странах жить и работать. А фильм «День выборов», если его снимать сегодня, то будет ли это комедия или уже скорее социальной драмой? Как вам кажется? Мы сняли «День выборов-2», и, по-моему, он был менее успешен, чем «День выборов-1», потому что нам пришлось придумывать ситуацию, в которой возможны реальные выборы губернатора. Сейчас это практически невозможно, и именно поэтому, мне кажется, он не срезонировал так, как срезонировал первый фильм. Если бы мы выпускали сейчас «День выборов», то это было бы совершенно другое кино. Почему вы, кстати, решились на выпуск второй части «Дня выборов»? А я не помню. Захотели? Кому-то пришла в мысль. Захотели это сделать? Или это было такое коммерческое? Захотели и сделали. Нет, какое коммерческое. Мы же всегда вкладываем... Ну, тут это всегда риск. Знаете, когда мы снимали быстрее, чем кролик, и сняли быстрее, чем кролик, и вложили туда свои деньги, и для нас это был очень рискованный шаг, но так как... И мы потеряли очень много денег на этом, несмотря на то, что выложились... Ну, на мой взгляд, сняли это... Может быть, не так убедительно, как хотели, но все-таки достойно. Так вот, фильм провалился в прокате, и первое, что пишут зрители, а, хотели денег заработать. Ну, вот, вот, хотели нажиться. Не надо зарублен бежать. То есть, тут совершенно свои ощущения от фильма, ну, отрицательные, очевидно, с реалиями коммерческими и экономическими. Вот. Что касается дня выборов второго, я не помню, кому пришла эта мысль, ну, как-то она показалась нам уместной, тем более, что первый фильм стал действительно народным, хотя отношение у меня к самому фильму такое, скорее, скорее критическое. То есть, фильм «День выборов. Первая часть» вам не очень нравится? Там не все, что можно было выжать из этого сценария, выжато. То есть, не доработали, считаете? Да. Ну, так или иначе, его можно пересматривать сегодня и находить для себя аналогии, параллели. Вот, на ваш взгляд, все-таки это вечный фильм в плане актуальности. Да-да, мы встали в один ряд с Чаплиным. Да нет, какой вечный? В плане актуальности там много, вы понимаете, мы же не делали политического памфлета. Мы делали кино про людей, которые попали в определенную ситуацию, когда мы придумывали «День выборов», мы как раз перебирали, куда бы поместить наших героев. И посчитали, что самым актуальным и самым интересным будет такое вот политическое пространство. А все смешное там все-таки связано с людьми. из их реакции на то, что происходит в политическом контексте. Вот, поэтому, наверное, он достаточно долго будет смотреться, но все равно, когда люди его смотрят, они ощущают, что это фильм, там, сколько, 15-летней давности, что такого сейчас уже не может происходить. Точно так же, как и когда мы играем, например, спектакль «День радио», мы все со своими телефонами на сцене. Так вот, я прошу всех брать не айфоны, ну, менять свои телефоны на какие-нибудь Ноки, которые у нас в этом самом реквизите есть. Потому что такого дня на радио нынешнем не могло быть. Радио поменялось, контекст поменялся, жизнь поменялась. Ну, вот вы описывая как раз в «Дне радио» Максима Витарагана его роль, сказали, что она довольно неблагодарная, потому что вы вокруг себя создаете такой кабриолет ярких, ну, не знаю, ярких персонажей, а он – это такой человек, который копается в себе, разбирается, и, наверное, это такая не очень благодарная роль. Вот в чем критерий благодарности роли? Ну, мы не кабриолет создаем, а... А, да, а что касается неблагодарной роли, я не помню, почему я это сказал. Скорее всего, это относилось к «Бореньке», а не к «Дне радио». Это было про Максима Витарагана сказано. А про Максима Витарагана, ну, это скорее в... вопрос был о спектакле в «Бореньке» чего-то нет, и там он действительно тянет очень серьезную линию, которая не особо созвучная, и с которой трудно себя отождествить зрителю. А мы вокруг действительно создаем такую беготню. И у нас благодатные роли такие очень характерные, а у него серьезные. Мы сейчас собираемся после фильма «Громкая связь 2», который будет называться «Обратная связь». Собираемся снимать как раз фильм по спектаклю в «Бореньке» чего-то нет, и мы хотим сделать неожиданный ход, снять два фильма. Один мейнстримовский фильм, как раз о том, что происходит вокруг героя. Там много смешного, интересного, такого плотного и юмористического, а линию героя сделать очень такой пунктирной. А вторым фильмом сделать такое больше авторское кино, где на первый план выходит линия Максима. Вот как раз вопрос пришел к нам в Фейсбуке. Артем спрашивает, пишет вначале, спасибо за день выборов и день радио. И вопрос, было ли вам интересно снимать фильм «Громкая связь», если этот же сценарий и идеи уже снимали много раз. В чем творческий интерес, спрашивает он? Очень интересно было работать над «Громкой связью». Во-первых, мы переделали сценарий, адаптировали его. И там, если вы внимательно посмотрите, очень много наших фраз. Во-вторых, просто было интересно работать с Алексеем Нужином и партнершами новыми. И там такой благодатный материал, такой приятный для исполнения, что мы получали все на площадке удовольствия и кайфовали от процесса. И я надеюсь, что получилось у нас все-таки другое кино. В смысле, киношная атмосфера, так точно это я вижу своим глазом. отличная от итальянского фильма. Надеюсь, что получилось не хуже, чем у них. Но в любом случае, мы им очень благодарны. И лично Джанавезе, как режиссеру и сценаристу, за такой прекрасный, придуманный и сюжет, и полифонию внутри сюжета. В фильме «О чем говорят мужчины» участвует Михаил Прохоров, политик и бизнесмен. Вот как вам с ним взаимодействие и насколько легко он согласился принять участие? Ну, мне с ним взаимодействие довольно трудно давалось, потому что приходилось все время держать голову наверх и уставала шея. А что касается человеческих внутренних отношений, он был очень хорош. Он пришел с выученным текстом, в отличие от многих профессиональных артистов. И с каждым дублем рост как артист невероятный. Очевидно, рост – это его сильная сторона. То есть перспектива есть у него, как у артиста? Я снизу вижу эту перспективу. Она, правда, удаляется в точку, но, тем не менее, она видна. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Знаете, вот по поводу Иторгана. Этот вопрос такой же был задан ему по поводу Кирилла и Дорониной. Вот он честно ответил. По-видимому, Латвии не нравится политическая точка зрения этих людей. Они просто закрыли шлагбам. И он честно сказал. А вот вы ни да, ни нет, я не знаю, и все. Знаете, сколько можно на двух плотах плыть? Вот вы ответьте. Юрий Лаза у нас, кстати, был тоже гостем программы. Мы уже ответили на ваш вопрос, Александр. Наш гость... Я, кстати, отличный гость. Вот как раз такой раздувающий. Непонятно что, но что-то раздувающее. Я действительно не в курсе этой ситуации. Мне трудно конкретно ответить на ваш вопрос. Наверное, Максим прав. Что-то они такое сказали, что не понравилось латвийскому правительству. То правильно ли шлагбаум в этом случае закрывать? Мне кажется, что нет. Но тут надо знать конкретику высказывания. Я ее не знаю, поэтому не берусь комментировать. Насчет двух плотов. Я, кстати, с родителями действительно сплавлялся. И именно на двух плотах заезжали мы в Ригу в том числе. Это было как в классе девятом моем. Родители просто были походниками. Они, значит, на таких вот плотах надувных, которые используют на больших бортах, на больших кораблях, сплавлялись по разным рекам. В том числе и по вашим сплавлялись. Так что спасибо за два плота. Не помню, как зовут вашего радиослушателя. Оголтелого радиослушателя. Но вы в 2012 году принимали участие в акциях протеста против фальсификации выборов России. То есть сейчас вы также готовы активно участвовать в политической жизни страны или что-то изменилось за эти годы? Вы знаете, я не революционер, но активно участвовать я готов. Мне не нравится то, что происходит. И как только мне задают по этому поводу вопрос, я отвечаю на него ровно так, как считаю нужным ответить. Моя активность не снизилась с тех времен, когда что-то происходит. Я стараюсь на это реагировать. Но, повторяю, посвящать этому жизнь я не готов. И уж точно у меня нету радикальной позиции такой, знаете, как случается у наших оппозиционеров. Все, у нас 37-й год. И дальше сравнение с Гитлером и все такое. Мне кажется, они совершенно некорректными и смазывающими картину и как раз таки не дающими нам оппонировать власти нормальным человеческим языком. То есть сейчас картина такая получается черно-белая в России политическая. Есть позиция, есть оппозиция. И, в общем, все полутона стираются. Ну, в интернете и условно в соцсетях это именно так. А есть позиции разных людей. Есть позиции умного человека, есть позиция глупого человека, есть позиция образованного, подкованного человека и так далее. И эти все позиции, к сожалению, не всегда присутствуют на наших каналах, а уж на федеральных таких минимум, что, на мой взгляд, является серьезным минусом для страны. Что касается дворчества, сегодняшнее время оно в плане дворчества является продуктивным, потому что мы нередко и в наших интервью, когда выступают гости, обращаемся к концу 90-х годов, когда появлялось много интересных проектов и люди собирались, чтобы что-то сделать. Сейчас кажется, может быть, я не прав, что вот таких свободных проектов, которые потом становятся народными, ну, практически нет. Это ошибочное представление или все-таки что-то было в том времени, чего нет сейчас? Я могу судить о театре и кино и, наверное, еще о музыке немножко. Мне кажется, что сейчас и возможностей больше, и, как вы говорите, проектов или там людей, которые собираются и делают что-то интересное, тоже больше. В конце 90-х все это было каким-то шквалом не очень профессионального, не знаю чего. вот, в середине и в конце 90-х. А сейчас появляется, на мой взгляд, и мейнстримовское хорошее кино, и авторское хорошее кино в России появляется. Каким образом это авторское кино поддерживает фонд кино или там Министерство культуры, я не понимаю, но счастлив, что поддерживает. Очень часто декларируемые принципы поддержки определенного кино не совпадают с реальностью и поддерживают замечательное кино. На мой взгляд, патриотическим кино является, когда оно является хорошим кино. И они обязательно про войну или про то, как наши победили чудовищных канадцев. Вот. Хорошее кино – это патриотическое кино. Если в этом кино идет речь о том, что что-то в стране не так, это не отменяет того, что авторы кино с любовью относятся к этой стране. Есть у Искандера высказывание, что сатира – это ущемленная любовь к родине. Ну вот что касается сатиры и политики, на ваш взгляд, насколько находится… Так я сейчас договорю. Так вот, суммируя вот эту вот всю длинную мысль, мне кажется, что сейчас как раз больше и в театре, и в кино происходит, чем происходило в конце 90-х. Но юмор, на ваш взгляд, сегодня может высветить… свободен ли он высветлять те или иные политические события, не самые приятные? К сожалению, есть несколько тем запретных. И мне кажется, что это большая проблема для общества. А что это за темы? Владимир Владимирович, РПЦ, сейчас уже чиновники. А вот эти темы запретные – это самоцензура все-таки или это некое указание и методичка? Потому что иногда складывается впечатление, что это просто самоцензура. Когда человек, ну, лишь бы что-то не вышло, лучше я не буду шутить на вот эти три темы. Ну, вы знаете, и то, и другое. Действительная реакция наша иногда сильнее, чем импульс сверху, чем попытка нас ограничить. То есть мы привыкли эти сигналы считывать очень быстро. В нашем случае мы стараемся себя не ограничивать, хотя иногда чувствуем, что мы заходим, когда, ну, мы не пишем сатирические памфлеты, но, тем не менее, иногда мы заходим в какую-то плоскость и думаем для себя правильно, неправильно, потому что, как вы понимаете, у нас театр, у нас штат людей, и вообще это то, что нас кормит. Нас, наших близких и так далее. И поневоле ты думаешь, вот эта фраза, правильно или неправильно. Хотя вот в «Бореньке», ну, в спектакле «Бореньке» чего-то нет, там есть очень острые моменты, они смешные, острый залом, воспринимающийся просто на урал. Вот. То есть мы себя там не ограничили. Делать же такую назидательно указующую сатиру у нас никогда не получалось, и это не наша сильная сторона, да и не хочется подойти. Вообще, на самом деле, если поговорить о юморе, таком может быть жестком, потому что Тарантино снял «Бесславных ублюдков», и, в общем, где показал тему войны, тему Холокоста через призму юмора, и многие это как раз оценили, как, ну, такую терапевтическую, может быть, историю. Вот в России сложно говорить на такие темы, и сложно ли вообще, и можно ли вообще говорить через призму юмора, скажем, о той же войне? — Ну, зависит очень от уместности высказывания и качестве шуток. Я думаю, что обо всем можно говорить с юмором. Но тут уже дальше твой вкус и мера вступают в силу. Что касается Тарантино, я вообще не вижу ничего в этом того, что усмотрели там патриоты или люди, которые вдруг закричали, что как же так, а так не было. Это художественное осмысление и, знаете, такое ощущение, что это мечта еврейского народа о вот таком вот исходе, о мщении. Я не вижу ущемления чьих-то чувств в этом фильме. Но вот сейчас в России все обижены. Обижены верующие, обижены православные, обижены любители. Всех очень легко обидеть. И это говорит о инфантильности населения. Вы в одном из своих интервью говорили о том, что в вашем юморе, имея в виду фильмы, насколько я поняла, может быть и нет, вы не уточнили, но сказали, что в нем нет ничего интеллектуального. Ну, как раз, может быть, зрители не согласятся с вами, но по-вашему, вот на кого рассчитаны ваши шутки? Мы говорим об этом всегда в середине. Я вот сейчас как раз нахожусь в Питере. И для меня Питер это в том числе и во многом Довлатов, который говорил, что только пошляки боятся середины. Мы где-то, мы говорим о норме, мы говорим от лица, как мне кажется, нормальных людей. Но само по себе чувство юмора, как вам кажется, может ли быть у человека глупого? Или это все-таки свойство интеллектуально развитого, интеллектуально развитой личности? Что-то я решил цитировать всех. Марк Твен говорил, что остроумие – первый признак ума. Но я знаю людей, которые шутят, при этом не являясь умными людьми. Вот как-то из них это выскакивает. Более того, я знаю артистов, которые, находясь в образе какого-то остроумного человека, прекрасно шутят и импровизируют. Как только сходят со сцены, перестают это делать. Ну вот я сразу вспомнил оборону Минхаузена, вернее Олега Янковского в образе. Он говорил, что все глупости мира совершаются с серьезным выражением лица. Так и есть? Ну, это так. Это так. Это Горин говорил устами Янковского. И это блестящая, остроумная мысль. Это так. Михаил Велер, который выступал на нашем эфире, сказал, что более 98% людей не обладают критическим мышлением. Макаревич, который также выступал, сказал, что примерно 80% людей на планете идиоты. Ну, он более так жестко выразился. Вот как вы считаете, насколько справедливы такие оценки, которые дали писатели и музыканты в данном случае? Не могу не согласиться и с тем, и с другим. Но Макаревич все-таки 20%. У Велера получается 2%. Я плох в математике, но то, что большинство людей действительно не анализируют происходящее вокруг, а пользуются шаблонами, на мой взгляд, это очевидно, и это некрасиво и нетолерантно так заявлять. Но, по-моему, еще более некрасиво избегать этих заявлений, потому что это правда. А те, кто не анализируют и никогда не воспринимают и те, кто имеются в виду, никогда не примут это на свой счет, поэтому мы убегаем обид. Я все сказал. Напомню, телефон от этого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы также можете нам звонить, задавать вопросы. Ну, у нас была небольшая заминка по связи, но теперь вроде все восстановилось, и мы снова слышим вас. Когда вы сказали, что вы все сказали, мы не слышали последние 3 секунды. Вы не слышали, что я сказал. Вот ту самую главную мысль, которую вы обозначили в конце, сказав, что вы все сказали. То есть, если вы можете повторить буквально три секунды, то наши слушатели тоже, возможно, услышат ее. Я не понимаю, что именно вы не слышали, но я говорил, что я согласен с моим другом и коллегой. Насчет процентов я не в курсе, что, может быть, это нетолерантно и неправильно, неполиткорректно так заявлять, но избегать этих заявлений еще более неправильно. Но если говорить о восприятии, вот в книге Юрия Стоянова есть эпиграф, как раз слова Чарли Чаплина, которого вы вспомнили в начале нашего интервью. Там написано, что жизнь – это трагедия, когда смотришь на нее крупным планом и комедия, когда смотришь на нее издали. Вот в этом смысле комедия и трагедия не всегда рядом. Вопрос, как посмотреть, как вы считаете? Комедия и трагедия вообще всегда рядом, потому что самый-самый приближенный к жизни жанр – это трагикомедия. Да. И я не понял вопроса. Ну, собственно, в этом и был, наверное, мой вопрос. Вопрос восприятия, под каким углом ты смотришь на те или иные события и, наверное, в связи с этим и объективности то его восприятие, в зависимости от того, где ты находишься и каким планом удаления его события. Представлена, да, картина. Ну да, но мне не кажется, что восприятие должно быть объективно. Оно должно быть как раз субъективно и в этом наша сила. И особенно человека, который пытается что-то о жизни говорить другим людям в субъективности суждения, а не в объективности его, потому что ты от субъекта говоришь, а не от объекта. И в нашем случае попытка понять, что происходит вокруг и попытка понять, что происходит в тебе всегда связана с юмором. Это просто ближайший путь к пониманию в нашем случае. Вот Юрий Стоянов, как раз которого я упомянула, он говорит, что ему как диабетику противопоказаны комплименты. Что для вас комплимент? Нравится их получить, как их воспринимаете? Можно Юру продолжить, ему противопоказаны, но он их любит. Да. Так же, как себя бить ко мне нельзя, но они его чаще всего любят. А в моем случае я с трудом раньше принимал комплименты. Мне не нравится, когда много говорят. Мне становится, знаете, ближе всего чувство щекотки. Мне как-то становится не надо. Но тем не менее, если говорят что-то, чего мне хотелось услышать про то, что мы сделали, мне очень приятно. А хейтеры, если, допустим, пишут комментарии такие ненавистнические, ранят они вас? Вы знаете, вот эти вот гадости не ранят. А конкретные замечания, они бывают болезненными, особенно, когда они совпадают с моим пониманием того, что мы не доработали. Ну, как раз Чаплин в своей книге описывает ощущение своего такого откровенного провала, когда его закидали помидорами с такими последствиями. Что дает артисту это чувство небезупречности, несовершенства? Насколько оно нужно все-таки, осознание этого? Нужно, безусловно, оно дает ощущение земли под ногами и жизни вокруг, от которой не нужно отрываться. Ну, приходилось ли вам проваливаться, ну, так, чтобы вот пополнить? Еще как, еще как. Довольно часто это случалось, особенно в начале нашего пути. Как переживали, кстати, первые часы, первые дни после? Насколько это тяжело? Это мучительно, кажется, что жизнь закончилась и ты вообще несостоятельный маленький человечек. Вы в одном живали. В одном из их интервью описывали состояние одиночества, и вы так сказали, тогда интересно, что придя со спектакля, вы осознали, что вас не любит никто, кроме всех. Вот это чувство, оно было для вас разрушающим? По-моему, очень хорошая фраза. Или стимулирующим, наоборот, к чему-то? Или разрушающим же? Вот это чувство одиночества, когда не любит никто, кроме всех. Нет, в моем случае, наверное, разрушающим. мне тяжело, когда я один. Но так случилось, что я достаточно долго был один. Ну, как один, у меня все равно, есть мои близкие, дети, наверное, один, в смысле, без женщины. Мартин, что вас спрашивает в фейсбуке, хотели бы вы выйти когда-нибудь на театральную сцену со своими дочерьми? Пишет, знаю, что они обе появлялись в отцовских фильмах. Нет, они не обе появлялись, только старшая появлялась, младшая еще не появлялась. Младшую играла девочка в первых мужчинах. Это не Ева, не моя младшая дочь, потому что она уже переросла к тому моменту. Вот этот вот горшочный период, и нам пришлось брать актрису другую. А вот, а что касается выйти на одну сцену, если они станут актрисами и с удовольствием выйду на одну сцену с ними. Вот. Но вы желаете своим дочерям такое будущее, актерское судьбу? Я желаю, чтобы они были счастливы. А что там у них с этим будущим случится? Мне кажется, что старшая хороша в актерских делах, младшая у меня просто по-моему, невероятно запела, и самое главное, что из нее льется музыка и слова. И такие они уже прям качественно взрослые. Мне очень хочется, чтобы они реализовались, но тут дело такое, это их жизнь, и в этой жизни я могу только подставлять плечо, но реализоваться за них я не смогу. Вот, они идут вперед. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Да, у нас Леонид Барас был сегодня на прямой связи, один из создателей квартета и сценарист, актер и продюсер. Всего доброго и до свидания. Всем привет. Всем привет.